Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа-Регион» и я, Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Каким быть курортному сбору? Промышленности «Санкор» – поиск общих интересов. В рамках работы международной выставки «Анапа-Самое яркое солнце России» прошли круглые столы и конференции. Серебряный возраст. В Центре культуры Родина состоялся первый слёт активистов Всероссийского движения волонтёров старшего возраста. Культуру в массы. Лучшие творческие коллективы сельских округов отправились в малые хутора с концертами. Каким быть курортному сбору? В рамках выставки «Анапа-Самое яркое солнце России» прошли семинары и круглые столы. Наибольший интерес участников деловой программы вызвало обсуждение введения платы за пользование курортной инфраструктурой на территории Краснодарского края. Инициатором серьёзного разговора выступило региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. За жаркими дискуссиями следила наша съёмочная группа. В президиуме подчеркнули, обсуждают крайнюю, но явно не последнюю версию законопроекта. Идею озвучили представители регионов на соседании Государственного совета. Президент поддержал нас оговоркой «действовать аккуратно». По замыслу, каждый турист, приезжая на отдых, должен будет вносить определённую плату за использование курортной инфраструктуры. Собранные деньги должны пойти на развитие территории. Сначала подразумевали только благоустройство, со временем список расширили, добавив развитие пляжей и инженерной инфраструктуры. Если мы сегодня не найдём дополнительные источники финансирования, а это именно поезд дополнительных источников финансирования, в дальнейшем можно не надеяться на то, что к нам будут ехать туристы и будет качественное улучшение предоставляемых условий. Люди поедут туда, где есть вода, где есть электричество, где есть чистое море и ещё много. Глава Анапы отметил, что в пиковые дни сезона население города фактически увеличивается на 450 тысяч человек почти в 3,5 раза. Все инженерные коммуникации работают на пределе. Это при том, что только энергетики вложили в развитие городских сетей более 2,5 миллиардов рублей за последние три года. Получается, что если просить мало, проблем не решить. Если много, то уже предприниматели бьют тревогу. Мы платим 6% от оборота или 15% от дохода, а вы распределяете там как хотите, как хотите его назовите. Но этот налог, если мы сейчас опять вложим 150, 50, 60 на человека, это же опять будет стоимость. Мы опять повысим стоимость наших курортов, которые мы, допустим, считаем, что уже дальше повышать нет. В Зоро собравшись обратились к частному сектору, где нередко под видом индивидуального дома вырастает гостиница на десятки, а то и сотни мест. По словам главы Анапы, у муниципалитета попросту нет полномочий, чтобы заходить на частную территорию без решения суда. Это не говоря уже о квартирах. Министр туризма края Христофор Константиниди рассказал, что в законе может появиться понятие «мебелированные комнаты». Это расширит фискальные возможности, в том числе и местных властей. При том, что если курортный сбор будет введен, то поступление обещают закрепить исключительно за муниципалитетами. И дополнительный доход не будет означать снижение других субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов. Это услышали и федералы, поэтому как раз проработали механизм, чтобы не учитывать и не снижать объем на эту сумму. Вопрос был поддержан всеми, поэтому я надеюсь, что действительно эта позиция устоит. Потому что если будет сокращение, ну тогда мы из одного кармана переложили деньги в другой, а действительно фонд развития у нас не появился, реальный фонд развития. То есть мы говорим только о декларации. По мнению главы Анапы, сбор должен быть все-таки символическим. Некий промежуточный вариант, чтобы отработать механизм по его сбору, далее действовать, исходя из первых результатов. Представители краевых и федеральных властей сказали, что доведут результаты обсуждения до разработчиков закона. В середине февраля должны пройти слушание в Совете Федерации. Сам закон планируется принять в марте текущего года. Разработать дорожную карту по развитию и взаимодействию промышленных предприятий с организациями санаторно-курортного комплекса. Один из пунктов резолюции встречи промышленников, предпринимателей санаторно-курортной отрасли, краевых и муниципальных властей. Этой встречей продолжилась деловая программа международной выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Как улучшить сотрудничество между краевыми предприятиями курортного комплекса и промышленности? Этот вопрос стал ключевым в обсуждении за круглым столом, который состоялся в рамках поручения губернатора Краснодарского края. В его работе приняли участие министр туризма Краснодарского края Христофор Константиниди и исполняющий обязанности главы Краевого департамента промышленности Иван Куликов. Представители исполнительной власти отмечают, что повышение уровня внутреннего производства на Кубани в целом неуклонно растет. Появляется конкурентоспособная продукция, которая способна импортозаместить ту продукцию, которая возилась ранее. Мы сегодня, задача властей Краснодарского края в рамках тех поручений, которые губернатор, это максимальное создание условий для развития собственного производства на территории, создание продукта с высокой добавленной стоимостью, то есть максимальный уровень локализации. Все это, мы надеемся, даст тот толчок роста в промышленности, которую мы ожидаем. В 2017 год, безусловно, мы также рассчитываем нарастить объем производства по ряду направлений, в том числе это в отрасли машиностроения, в том числе в отрасли металлообработки. В работе круглого стола также приняли участие представители торговли, индивидуальные предприниматели, представители сферы санаторно-курортных услуг. Их прежде всего интересовал вопрос, на какую поддержку они смогут рассчитывать. Сегодня в крае успешно действуют программы помощи малому и среднему бизнесу, и работа в этом направлении будет продолжена. Та поддержка, на которую вы можете рассчитывать, это максимально 25 миллионов рублей, объем нашего поручительства, и срок на сегодняшний день до 6 лет кредит, по которому мы можем выступить поручителем. Просто для себя отфиксируйте, что такая возможность существует, а в случае чего просто дополнительно найдете информацию о нас, и мы вас проконсультируем полностью, как вам правильно поступить, в какой банк обратиться и на что вы можете рассчитывать. На данный момент в Краснодарском крае работает более 7 тысяч предприятий. Почти 30% из них производят продукции для санаторно-курортного комплекса. Одна из основных задач – научить предприятия маркетинговой стратегии продвижения их продукции. В этом поможет дорожная карта, которая разработана совместно с Министерством курортов, туризма и Олимпийского наследия края. Выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» – это одно из первых мероприятий по развитию дорожной карты. Всего на этот год запланировано около 30 различных форумов, выставок и обучающих семинаров. В планах также создать на побережье сеть логистических центров, которые помогут снизить издержки по доставке продукции. В городском управлении здравоохранения создадут новую должность курортолога. У города-курорта обязательно должен быть такой специалист. Найти профессионала в этой сфере поручил глава «Анапа» Сергей Сергеев. Заместитель главы Олег Костенко объявил об этом на 14-й научно-практической конференции врачей. Она прошла в рамках выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Зал, как говорят организаторы, традиционно полный. Здесь порядка 150 специалистов из «Анапы», «Краснодара», «Москвы». Специальный гость и партнер – профессор из Италии Ломберто Солемене, президент Всемирной Федерации водолечения и климатолечения. В России объявлен год экологии. Исходя из этого, подбирали материал. Есть доклады о пляжах, повышении иммунитета в морском климате, аллергенах. Один из специалистов санатория «Дилуч», где традиционно проходит конференция, рассказал об особой методике по выведению радионуклидов. Ее впервые применили, оказывая помощь детям, пострадавшим после аварии на Чернобыльской атомной станции. Методика эта продолжает жить. Она необходима просто. Она модифицируется в связи с тем, что сейчас происходит полное изменение в сфере. Это борьба с вредными организмами, с интоксикацией, с микробами, которые сейчас к антибиотикам совершенно бесполезны. Понимаете, антибиотики нахин действуют. И как раз вот наша методика, может быть, поможет очистить организм и попытаться повысить иммунитет. Умберто Салимена предложил готовые методики по продвижению в среде подростков и детей здорового питания с отказом от сладких газировок. Есть даже игра вроде монополии только про курорты. По его словам, Анапа также может стать образовательной площадкой для детей, а также для медиков, которых будут знакомить с методами курортного оздоровления, здесь же готовить кадры для санаториев. Традиция у вас – это детский курорт. Поэтому особенно, когда сейчас в мире есть проблемы с детьми, как аллергены, как заболевания аллергические и отрицательные разные, поэтому очень важно, что у вас будет курорт мирового значения для детей. В городской администрации говорят, что понимают и готовы развивать потенциал. Прямо на конференции заместитель мэра Олег Костенко объявил о том, что в городском управлении здравоохранения появится специалист по курортологии. Он предложил собравшимся самим подобрать варианты кандидатур на новую должность. Главы города Сергея Павловича, хочу поприветствовать участников 14-й научно-практической конференции. Конференция очень важна. Здесь вы будете обмениваться докладами, мнениями, вырабатывать определенную позицию. Я соглашусь с Верой Стефановной о том, что мы все-таки должны основное направление развития города делать на курортном лечении. Именно мы все-таки позиционируемся как город-курорт, и мы это также будем продвигать. Капитан курорту Роги, можно сказать, наше корабля, да давайте ему. Умберто Солимена приехал не с пустыми руками. Это карта одного из курортных архипелагов, где порядка сотни источников целебных вод. Там в этом году пройдет мировая конференция Федерации вода и климатолечения. Участникам предложили прислать варианты докладов на английском языке. Их смогут прочитать специалисты из 30 стран. В рамках краевой акции «Стань волонтером мира» в Центре культуры Родина состоялся первый слет активистов всероссийского движения «Серебряный возраст». Изначально это движение было организовано в 2012 году к Зимней Олимпиаде в Сочи. Но на этом деятельность волонтеров не завершилась. Самые активные жители города объединились в некоммерческую организацию адаптации пенсионеров «Серебряный возраст». Они принимают активное участие в жизни города, предлагают экологические проекты по очистке побережья Черного моря, сотрудничают с заповедником «Утриж», разрабатывают разнообразные программы по оздоровлению и популяризации спорта среди людей старшего возраста на территории муниципального образования. Первый слет – это не значит первый год. Это значит уже пять лет за плечами нашей работы, где были первые пять-шесть волонтеров, собравшиеся в команду Олимпиады. Сегодня же более 150 человек и новые направления, новые формы социализации людей старшего поколения наша организация продолжает искать. Сегодня это активное долголетие, творческое, экологическое направление, событийное, культурное. За всем этим уже стоят лидеры и активисты нашего движения. Хотелось бы, чтобы город наш, наша администрация продолжала с нами сотрудничать, видела наш потенциал. И мы, конечно же, вас и не подведем, потому что мы молодые и активные. За активную жизненную позицию участники волонтерского движения получают знаки отличия, благодарственные письма и почетные грамоты. Также к волонтерам старшего возраста обратились представители молодежных объединений, чтобы вести совместную деятельность на благо родного города. Но в центре внимания, конечно, подготовка к Всемирному фестивалю волонтеров, который пройдет в октябре этого года в Сочи. Лучшие коллективы из сельских округов Анапы отправились в малые хутора с обменными концертами. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия со дня образования Краснодарского края. На первом концерте побывала наша съемочная группа. На сцене народный коллектив «Приморочка» из Приморского сельского округа. Концерт проходит в хуторе Иванов. Альбина пришла с подругой. Говорит, что дома сидеть было скучно и мероприятие пришлось очень кстати. Ехали казаки, мне очень понравилась песня. Ну, я ее просто знаю и поэтому вместе с ними пела. Концерт очень понравился. Зажигательные песни, очень красивый коллектив, симпатичные женщины, хорошая форма, одежда кубанская, солист прекрасный. Создает настроение очень бодрое, веселое. Как раз к празднику, 23 февраля, может быть, вся тематика подобрана очень хорошо. В концертах будут принимать участие коллективы, признанные народными и образцово-художественными. Помимо этого будут проходить выставки работ местных умельцев. Серия мероприятий рассчитана примерно на месяц. По инициативе губернатора Краснодарского края, главы муниципального образования, город Куртанапа, в честь 80-летия образования Краснодарского края, сегодня начал свою работу цикл обменных концертов творческих коллективов Анапского района в отдаленных населенных пунктах муниципального образования, город Куртанапа. Включает этот цикл в себя всего 18 концертов. Всего выступят 18 коллективов из различных поселений. На каждый придется по одному населенному пункту. По завершении серии обменных концертов пройдет круглый стол, где специалисты подведут итоги и предложат, как еще можно улучшить досуг селян. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы новости – медицинский центр «АНАП-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.